Неуступчивый, колючий, отдающий себя без остатка. А не побоюсь этого слова глыбе рязанского футбола Евгении Моченове в этот день говорили только в превосходных тонах. Ветераны еще помнят, как он финтил на футбольном поле и как поначалу копировал мастеров. Те, кто помладше, говорят о таланте тренера. Не любил проигрывать абсолютно, сражался до конца. Вот это его очень охарактеризовало. Вообще такой он худенький тогда был, шустрый. И они с Толиком Кудрешовым составляли тандем хороших нападающих. Тренер он колоссальный был, понимаете, он понимаешь, он вдумчивый, он соображающий. Он как на поле, он был игровой. А когда игровой человек, игровой человек, он все понимает. Имя Евгения Моченова в 60-е на устах было у всех рязанских любителей футбола. На него ходили смотреть всем городом. Болельщики называли команду Великой Хайсановской. Стадион «Спартак» у нас, когда на игры, он был полон. Полчаса потом улица Маяковского и улица Свердлова, где по Маяковскому транспорт не мог ходить после игры этих ребят. Почтить память, как говорили раньше, фигуры рязанского футбола вышли сразу 8 команд. Понятно, что ветеранам с молодыми тягаться не с руки. Физика решает, поэтому участников разделили на подгруппы. Тем не менее, свои шедевры на поле были и у заслуженных. Конечно, очень хорошо, что мы чтим память таких людей. Это был очень порядочный человек, настойчивый, достойный. Работать с детьми – это очень сложное дело. И он отдавался весь этой работе. И то, что пришло такое количество людей, это, конечно, многого значит. И надеюсь, что турнир станет традиционным. По две лучшие команды из ветеранской и условно-молодежной групп вышли в полуфинал. А в решающем поединке сошлись сам «Электрон» и «Клуб 99». Единственный забитый мяч определил «Электронщиков» победителями первого турнира имени Евгения Мочонова. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».